Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Унака. Я принимаю участие в эстафете, которая называется «Мой любимый уголок». Но сегодня это не фарфор, это не украшение, это не мои коллекции одежды, это не серебро, не камни. Это мой любимый уголок. Сказать честно, очень много у меня любимых уголков. Вы видели мои шкафчики. Конечно, над ними нужно еще работать, работать и работать. Но вот это уголочек, который я вижу у себя в кухне, когда сажусь за стол. Вы видели мой стол, я снимаю на нем обзоры. У мужа глазки упираются в противоположную стену, где находится телевизор. Ну, а я смотрю глазами вот на эти фото. Начнем сверху. Верхнее фото мы сделали в зоопарке. Несколько таких фото у нас есть. Каждый год мы путешествовали в зоопарк. В наш Новосибирске у нас прекрасный зоопарк. И мы начали поездки с двухлетнего возраста нашего сына. Здесь он уже большой мальчик, ему здесь около 4-5 лет. Это одна из фото наших. Мы заходили в фотостудию. Там фотограф профессиональный. И буквально через некоторое время вот отдают вот такой портрет. Это чучело тигра, а питон живой. Муж здесь делал замечание по поводу моего лица. Но я хочу сказать, что я была после суточного дежурства. Мы сели в машину и поехали в другой город. Да, это Новосибирск. Мы живем в 60 километрах от Новосибирска. Эта стена, этот уголок спонтанно у нас сложился. У нас в доме присутствует такая стена, где можно просто забить гвоздь. Сейчас это уже редкость. Нужно все сверлить, долбить. А вот эта стена, я просто беру гвоздь, молоток и могу вбить. Безболезненно и довольно-таки быстро. Со временем, конечно, придется рамки менять. И нам дарили фотоаппарат родителей мужа. Вернее, не фотоаппарат, а деньги. Мы купили фотоаппарат на день рождения нашего ребенка. В самый первый год. Ну и вот мы активно фотографировались. Чуть ниже находится фото, портрет, сделанный тоже в зоопарке. Здесь нашему сыну два года. Это впервые повезли мы его в зоопарк, но он уже все понимал. И мы делали фото. У нас целый альбом фото, которые мы сделали сами на свой фотоаппарат. Ну а выходя из зоопарка, опять же, зашли в эту студию, фотостудию. И сделали памятный портрет. Мы здесь молодые возрастные родители. У нас ребенок появился. Мне было почти уже 34 года, а мужу 35 лет. Но здесь нам нет еще 40 лет. Здесь живой медведь. Он в наморднике. Но все равно довольно-таки страшно. Мы держим его за лапы. Ребенок не показал своего страха, но, думаю, что немножечко напугался. Прильнул ко мне и даже положил руку на грудь. Мы носили в те времена кожу. У меня юбка кожаная и курточка, а у мужа кожаная куртка и кожаные брюки. Этот портрет у нас висит вот все эти годы, как появился. То есть уже около 17 лет. У нас когда-то обои здесь были, но затем мы покрасили стены. А это фотография из дня рождения нашего сына. Не помню точно, какой это год. Здесь старый наш коридор. И видны обои наши, которые мы сегодня уже поменяли. Наши винтажные двери. Каждый год мы фотографировались. Ну, в последнее время все в основном на носителях, на флешках, потому что как-то утратили вот эту вот культуру фото. Все на электронных носителях. А когда-то было очень-очень интересно. Мы фотографировались, распечатывали фото. Фотография сделана в Новый год. 3-4 года где-то сыну здесь. На заднем плане видна звезда от елочки. Елочку мы закрыли своими широкими спинами. Тоже еще до зеленых обоев у нас вот такие были обои серо-голубые. Кофточку я вязала сама. Это крючок. Портреты делали раньше часто в детском садике для детей. И поэтому у нас есть несколько портретов. Но вот один из них тоже находится в этом уголке. Фотография от 2007 года. Но на самом деле календарь же делают на год вперед. Фото было сделано в 2006 году. Сын у меня с 2002 года. И на обратной стороне портрета я подписала, что ему 3 года 11 месяцев на этом фото. Но он у нас всегда выглядел несколько взрослее, чем свой возраст. И поэтому я подписала. Потому что можно подумать, что здесь ему 5 лет. Учитывая 2007, отнять 2002. Интересное я сделала. Мне нравится. Вообще необыкновенные функции у видеоредактора. Еще изучать и изучать. Икона Всевидящее Око. Я люблю эту икону. Она у меня и на работе находится, и дома есть. И сейчас у меня еще идет шарм со Всевидящим Оком. Скоро будет обзорчик шарма. Рядышком, около этой стены, этого уголочка, находится старая морозильная камера. Ей тоже около 20 лет, этой белорусской морозильной камере. Она хорошо очень работает. Не хочу сказать, что я собираю магниты, но так случается, что или кто-то дарит, или присылают. Вот этот вот магнит-стрелец я покупала в городе Ессентуки. Это кисловодский фарфор. Близнецы – это мой муж. Стрелец – это мой сын. Также я покупала и козерога – это я. Но подарила маме козерога, потому что моя мама тоже козерог. Волгоград – фарфоровая тарелочка. Архипаосиповка – фарфоровая тарелочка. Я уже тогда любила фарфор и в основном старалась покупать что-то такое более вечное, более памятное. Но получается так, что кто-то дарит магнитики. Ну вот египетские магниты, я тоже, фарфора там не было, но я купила металлические. Потому что очень многие магниты приходят в негодность. Вот эти, например, магниты тоже очень качественные. Подруга привозила мне из Дрезденской галереи. А эти я сама покупала в Туапсе на Черном море, когда мы отдыхали. Из Австралии прислала мне блогер Ираида. Тоже хорошие, очень металлические магниты. Из Баку присылала мне блогер Виола. Испанский, это вот Петербург, муж привозил из Петербурга. Испанский магнит присылала мне, нет, привозила подруга, когда отдыхала в Испании. Ну и есть вот такие, тоже покупали мы с сыном. До сих пор не выбросили, хотя этому магниту около 15 лет. Вот эти вот фарфоровые магниты легко перемывать. Роза Хутор сын привозил, когда уже начал без меня ездить. Он несколько раз был там, в лагере Сириус. Год Тигра 12 лет назад дарила коллега магнит, тоже я сохранила его. И магниты из Москвы и Петербурга привозили знакомые. Из Сочи тоже привозил сын из Сочи Сириуса магнитик. Так что кое-какие такие временные. Это вот покусан собачками моими. У меня жили раньше собаки, сейчас нет. Я не держу животных, кроме попугая, никого. Попугай тоже у меня на кухне находится. Тоже, кстати, очень любимое место, куда можно смотреть и наблюдать за попугаем. Ну а на морозильной камере у нас всегда здесь какие-то стоят картины. Я периодически меняю, но иконы всегда стоят. Вот это святая Татьяна и старинная икона. Я ее как-то делала, обзор моего мужа. Ну а вот этот вот портрет наш, где ребенку год, не так давно я поставила сюда. Он был у меня в комнате, сейчас пока вот стоит здесь. Так что вот такой вот уголочек. До встречи, дорогие друзья. Я эстафету я передаю. Читайте в инфобоксе кому. Продолжение следует...